Самый веселый день в году отметили курсанты Академии гражданской защиты МЧС. Неофициальный праздник всех веселых и находчивых – Международный день КВН – утвердили 15 лет назад по инициативе ведущего передачи Александра Маслякова. Дата выбрана не случайно. Именно 8 ноября 1961 года в эфир вышла первая игра клуба веселых и находчивых. Юмор не знает границ, а КВН уже давно приобрел статус международной игры – постоянные участники страны бывшего СССР. За следующие три года прошел без всякого капитального ремонта 22 тысячи, нет, не километров, рублей в старом масштабе цен. Сейчас КВН есть почти во всех вузах и других учебных учреждениях. Команда СМС «Смешные спасатели» сборной Академии гражданской защиты отметила этот праздник репетицией на сцене. Ребята готовятся выступить в финале министерских игр КВН, который пройдет в конце ноября. Как ни странно, но чувство юмора в КВН не главное, говорит команда СМС. Залог успеха – взаимопонимание в коллективе и грамотное распределение ролей. В команде не обязательно все должны быть юмористами, все должны быть с потрясающим чувством юмора. Нет, это люди, которые понимают шутки, которые адекватно воспринимают их и умеют писать. Любимый конкурс – разминка. Здесь участники могут показать свое мастерство и искрометное чувство юмора. Вот эта импровизация, которая проходит на сцене, когда тебе задают вопрос ведущий, зал, жюри или противоположные команды, то это как раз то, что показывает, насколько готова команда, насколько у нее опыта хватает, насколько она вообще остроумно шутит. Команда опытная. Ребята уверены, что большой КВН им тоже по зубам. Так что в планах как минимум попасть в премьер-лигу. Екатерина Юшина, Виктория Волкова, Сергей Гвоздев. Служба новостей.